Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс, кс-кс-кс-кс-кс. Алло-халло, всем привет, с вами фрау Анжелика. Сегодня вы узнаете, как же пишется в немецком языке звук КС. Да, вот именно так, когда мы зовем кошечку КС-КС-КС. Этот звук может передаваться различными видами правописания. То есть немецкая орфография, а это именно то, как мы пишем, как мы правильно пишем, предполагает несколько вариантов. Поэтому досмотрите до конца, чтобы узнать, каким способом мы должны передать на письме или правильно прочитать то или иное буквосочетание, которое будет давать именно звук «кс-кс». Итак, поехали! Первое, что вы должны знать, если вы слышите «кс», это вариант того, что будет писаться с буковкой «икс». Да, вот как раз такая буковка есть в немецком алфавите, она стоит третья с конца. Там, где «икс-игрик» некоторые называют, мои студенты, на самом деле последние три буковки – это «икс-ю-псулон-цет». Третья с конца буковка «икс», она так и будет звучать. «Кс-с» – это слова, которые я называю «общеинтернациональные». Такого термина вы не встретите нигде, потому что, в принципе, я его придумала сама, и вообще он как бы относится к моей авторской запатентованной методике. Но вы сейчас поймете, что означает этот термин. «Общеинтернациональные слова» – это те слова, которые, например, я сейчас вам назову, а вы попробуйте их перевести. Приготовьтесь! Итак, «такси». Конечно, вы поняли, что это «такси», оно звучит одинаково во всех языках мира. Или, например, слова «факс» мы будем писать с буковкой «икс», потому что во всех языках мира знают, что такое прибор «факс», что он выполняет, какие функции, и пишется из трех букв. Или, например, слово «текст» – он звучит одинаково, то есть и французы, и американцы понимают, о чем идет речь. И, естественно, «общеинтернациональные слова», то есть те слова, которые будут звучать одинаково во всех языках, то есть имеется звучие, будут понятны другим людям других национальностей. И слова такого интернационального происхождения, они будут всегда на письме с буковкой «икс», как вы уже поняли. Но тема сегодняшнего видео – это те слова, которые вы сейчас, будучи на начальном этапе изучения немецкого языка, не сможете иметь какие-то ассоциации с русском. Ну, например, какое-нибудь слово «вэксэльн». Ничего мы не понимаем, что же это такое, то есть эти слова «тюпиш дочь» или «ваксэн». Что такое «ваксэн»? Не поймет американец, французец, француз, китаец, да, потому что такие слова «тюпиш дочь». И вот теперь мы концентрируемся на том звуке «кс», «кс», «кс». Помним про кошечку, с чего мы сегодня начали? К вам прилетает звук «кс». Но теперь «ахтунг», «ахтунг». Для того, чтобы правильно написать слова немецкого происхождения, нам понадобятся три буковки «ц», «х», «эс». То есть «ц», «х» было «х» и еще «эс». Вот эти три буковки мы будем всегда произносить как «кс». Давайте потренируем. Например, цифра 6, вы знаете, как она звучит, это «зэкс». «Зэкс». «Кс». Услышали «кс»? Теперь, чтобы правильно написать, мы помним, нам нужно три буковки «ц», «х», «эс». То, что мы сегодня с вами должны понять, запомнить, значит, на письме «зэкс». Мы будем использовать три буквы. Глагол, который я только что уже использовала, это «ваксэн». «Ваксэн» – это когда расти. «Ваксэн». Вы слышите твердое «кс». Но это немецкое слово, значит, опять мы берем три буковки «ц», «х», «эс», «посадили зернышко» и вот оно растет, растет. Кстати, сильный глагол. «Их ваксэн», но «ду вэкст», «эр вэкст», растет. И люди, которые росли, росли, росли и теперь выросли, то есть уже достигли какого-то определенного конечного своего роста, они будут «эрваксэны». Это также слово существительное, которое пишется с большой буквы. И в серединке мы с вами видим «цехаэс», «эрваксэнэ», «эрваксэнэ», «взрослэ», «ди эрваксэнэ», «гейнцур арбайт», «зум байспель», «взрослые ходят на работу». Давайте возьмем еще глагол, пусть будет «вэксэн», «вэксэн» – это «менять», вот как английский аналог «чэндж», когда мы что-то на что-то меняем. Если вы приобрели в магазине обувь, она не подходит вам, «взи мюсэн вэксэн», «обменять», «заменить» или «евро на доллары», «доллары на гривну» мы делаем вот такой «чэндж», «вэксэн», «вэксэн» – это «менять». Отсюда, кстати, есть очень интересный глагол, я его тоже очень люблю, «фэрвэксэн», то есть «менять», мы уже помним, да, но теперь мы приставили «фэрвэксэн», больше как «запутаться», что-то сделать неправильно, «перепутать», «фэрвэксэн», то есть опять что-то на что-то поменять, но сделать немножечко как бы ошибочно, «фэрвэксэн», вы слышите «кс» и помним, что для этого нам нужно три буквы «цэ», «хэээс». А также слова, которые мы очень часто используем, особенно люди, которые живут в Германии, они знают название «бундеслендер», «бундеслендер» – это административные единицы, областные территориальные деления всей страны Германии, «бундесланд» – это федерация. Вы знаете, что в Германии 16 бундеслендер, и есть такая земля, называется «заксэн», «заксэн» – это «саксония» еще иногда переводят, «митхаупштадт Дрезден». Название «бундесланд» – «заксэн» мы будем также использовать при помощи трех буквок «цэ», «хээс», «кс», «заксэн». Кстати, в Германии есть три саксонии, вдруг кто-то забыл, это «заксэн» и «заксэн» – это три абсолютно разные земли, федерации, «бундеслендер». Теперь вы никогда не ошибетесь в написании или, увидев это слово, «цэхээс» – еще раз и еще раз повторяю, что это всегда «ксэ». Ни в коем случае не перепутайте с похожим, вот таким набежавшим количеством трех букв согласных, там, где мы с вами уже проходили «эсцэхээс». «Эсцэхээс» – это звук «шэ», «шуле», «шуе» и так далее. Сегодня мы с вами говорили про «цэхээс» и теперь вы уже знаете, что это всегда звучит как «ксс». Про кошечку помним «кс-кс-кс». Вот это то, что сегодня нам нужно было выучить. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас на своих онлайн занятиях. Auf Wiedersehen. Alles gute und tschüss.